У нас сейчас недельная глава НАСО И сразу с выходом субботы, значит будет суббота А с выходом субботы входит праздник в субботу То есть суббота переходит в праздник Так наша недельная глава начинается с пересчета Указание пересчитать, сделать перепись семьи Гершона Ведь считали левитов с месяца И считали их каждую семью отдельно Гершон, Киан и Мрали А теперь делают перепись этих трех семей с 30 до 50 Каждую семью отдельно Любопытно, когда Тора делает перепись Каждой этих семей Так когда перепись идет с месяца и дальше То считают их по порядку Гершон, потом Киан, потом Мрали А когда идет их перепись с 30 до 50 Там порядок другой Киан, Гершон и Мрали Ответное объяснение это очень простое Когда идет перепись с месяца Идет перепись Каждой семьи Как она родилась Кто первый родился Гершон, потом Киан, потом Мрали А когда идет перепись с 30 до 50 То это перепись по их службе в мешкане А тогда они служат с 30 до 50 И служба семьи Киан наиболее важная Затем идет служба семьи Гершон Затем семьи Мрали Так тут уже считают по важности службы Раньше семью Киан Перепись семьи Киан Затем семьи Гершон А затем семьи Мрали Гершон, как известно, носил полотна, занавески Вокруг двора Вокруг здания, вокруг мешкана Полотна наверху Киан нес все святые предметы Ковчег Жертвенник Жертвенник Золотой, медный Стол Светильник Амбрари Нес бревна И тут написано Кто руководил Гершоном Это И Тамар Ведь у Арона остались два сына И Лазар и И Тамар Так Руководил Работой, переносом Что делали им Гершоны Что делали им Мрали Руководил И Тамар И тут идет перепись Сколько было Кэгат Кэгат было С лица до 50 Дев тысячи семьсот пятьдесят Теперь А у Кэгат Руководил А теперь идет Перепись Семьи Гершона Три тысячи двести Пошу прощения У Семьи Гершон Было две тысячи шестьсот тридцать С тридцать до пятидесяти А у Мрари Было три тысячи двести А всего было Восемь тысяч пятьсот восемьдесят А теперь идет Указание Торы О святости Мишкана Вайдаберадин Гаймэр Говорил Бог Моше говоря Цапу Кажезный И строился Нам Израиля Бейшалху Минамахне Что высылали Из лагеря Коу царуа Всякий царуа Прокаженный Вехал зов У которого течет Из определенного места Вехал Томей Гонофиш И все Что нечистые По умершему Перамки Высылки Они разные Были три Лагера Был лагер Шхины Лагер святости И оттуда Высылают Всех Нечистых Дальше Был лагер Левитов А там Человек Который Дотронулся До умершего Может там быть Тоже самый Человек Который Дотронулся До мертвой Мышки Скажем Может там Находиться Но человек У которого Есть Он стал Нечист Из-за его Выделения Из его Тела Скажем Зав У мужчины Выделяется Из его Мужского места Выделения У женщины Выделяется Менструальная Кровь Их Таких Высылают Из лагеря Левитов Тоже А Мацора Высылает Третий Лагер Это Лагер Махана Исра Лагер Лагер Еврейского Народа Мацора Прокаженный Высылается Из трех Лагерей Ну В наше Время Нам мало Актуально Но В чем-то Да Актуально Когда Мы Идем К Цене Плача То Внутри До Цены Плача Можно Идти А Дальше Идти Нельзя Это Это Уже Лагер Какая-то Часть Лагер Лавия Какая-то Часть Шхина Но Идти Дальше Чем До Сыны Плача Нельзя С Божьей Помощью Будет построен Храм И очистился Сможем Входить Тоже До определенного Места После Очищения Там есть Рамки Докуда Может Еврей Доходить Докуда Женщина Коаним Могут Доходить Глубже Но Тоже Имеют Рамки Там Есть Рамки Докуда Но Пока Сейчас Мы можем Доказить Только До Сцены Плача Медзох Орат Нек Ивот Ишан Рейху Аз Мужчина До Женщины Бас Рейху Эв Мехуц Рам Ахан Эта Шолхум Вне Рагер Бас Рейх Вра Итаму Эс Махан Эм Штов Ани Нес Квир Нелих Рагер А Аши Ани Шейхем Бас Я Нах Жусь Нутри Лагеря Каши Адибир 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 Как Бог Говорил К Моше Кин Особ Нес Так Сыны Израиля Выслали Ваи Адибир 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 Бог Моше Говоря Дабир Говорил Адибир Сынам Израиля Иши Иши Мужчина Или Женщина Кия Сумик Коу Хатис Одом Сделуй Какую-то Грехов Человека Правинности Лим Изменить Богу Вы Ошму Ане Пеша И Та Душа Виновата Вы Ис Ваду Они Исповедовались Грех Что Они Делали Вы Иши Вес Ашом И Берейши Тут Во-первых Написано Что Если Человек Чем-то Провинился Он Должен Исповедоваться Перед Кем Перед Богом Рамбам Переписывает Это На Все Нарушения Что Если Человек Что-то Нарушил Так Он Должен Делать Чува Что Такое Чува Сожаление О Прошло Принятие На Будущем Не Делать Подобных Вещей И Исповедоваться Перед Богом Никто Об этом Не Должен Знать Это Только Отношение Его С Богом Он Говорит Перед Богом Я В этом Провинился Согрешил Принимаю Сожалею Об этом Принимаю Решение Будущем Так Не Поступать И Прошу Тебя Бог Что Ты Мне Простил Так Теперь Тут Идет Речь О Конкретном Нарушении Знаете О каком Человек Присвоил Себе Чужие Деньги Хозяин Этого Денег У него Потребовал Он Обманул Сказал Что Он Не Должен Отрицал Что Он Должен И Не Только Это Он Поклялся Поклялся Что Он Не У Него Нет Деньги Этого Человека Он Ему Не Должен Поклялся Потом Когда Этот Человек Подумал Подумал И Сожалеет О том Что Он Сделал Так На Об этом Идет Вот Эта Глава Так Он Должен Он Должен Вернуть Тому Человеку Он Должен Исповедоваться Перед Богом Вернуть Тому Человеку Эту Сумму Сейчас Мы Увидим Он Должен Прибавить Четверть Пятую часть Прибавить На него А мы знаем Что пятая часть Это означает Четвертая часть Я вам скажу Там Тогда Считали По-разному Иногда Считали С Прибавки Или без Прибавки Скажу Так Человек Кто-то Должен Другому Сто Рублей Что Значит Пятая часть Пятая часть Значит Еще Двадцать Пять Двадцать Пять Это Пятая Часть За Ста Двадцать Пяти То есть А без Без Той Части Это Четвертая Часть Махамищицы Прибавить Пятую Часть То есть На Нашей На языке Нашей Привычной Арифметики Четверть Чтобы он дал Кому Перед Кем он Виноват То есть Тому Человеку Перед Кем он Виноват Кому он Должен Что Делать Если Тот Человек Умер Надо Искать Наследников А Что Будет Во имя Ижгея У Человеку Нет Наследников Роши Волошом Иров Вернуть Вот То Что Он Ему Должен К Нему Ошем Вот Это То Что Он Должен А Муш Аврадиной Который Он Должен Вернуть Богу Он Дает Ракей Он Дает Коину Должен Должен Коину Какому Коину 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 Который Коин Коisher Приходит В Храм И он Приходит Тогда Чтобы Вернуть Этот Должен Так Он Дает Коину Коину Коé Тогда служил Вы Знаете Коани Делились На 24 Группы Какہ Которые Каждая Из 그룹 Служила В Храме Две Недели Среди А каждая группа делилась на шесть семейств, каждая из которых служила один день в неделю. Так он возвращает коину, тем коиню, который служит именно тогда. То есть тогда служит определенная семья, он приходит, скажем, в какой-то вторник, тогда служит определенная семья, и он возвращает эту сумму, и это делится, как я понимаю, между всеми коаним из этой семьи. Миловат, кроме Эйла Кипури, пора на прощение, Аш-эхап-э-бэй-оав, что он прощает им за него. Он должен еще принести жертву Аш-эхап за это, значит он должен вернуть эти деньги тому, кому он должен. Нет, нет, ну тот умер наследником, нету наследников, то возвращает коиню, которые служат в тот день, когда он возвращается, когда он идет вернуть эту сумму и приносит еще жертву Аш-эхап. Талмуд спрашивает, а что, есть евреи, у кого нету родственников? Вопрос Ямары очень простой, очень понятный. Законы наследства, родственник, ну во-первых идут сыновья, потом дочери, нету детей, то потом идет к отцу, братьям, сестрам. Нету, идет поколение выше, и так далее, и так далее. Так всегда у человека есть папа, дедушка, и так далее. То Ямара отвечает, знаете, у кого нет родственников? И если человек принял еврейство, то он уже оторвался от прежних родственников в законах наследства. Такие же у него родились дети, у него есть наследники, а если нету? Нету. Всякое приношение всех святынестов Израиля, которые приносят коины, это его. Кому приносят, это принадлежит этому коину. Человеку его святыне будет его. И еще жает на океане, человек, который даст коину, это будет его. Что тут Тора нам сообщает? Что каждый еврей имел свой земельный наден, и он отделял от него трума, маасер и так далее. Кому, какому коину дать? Маасер первый дают леви. Потом есть годы, что дают маасер, а не для бедных. Какому коину, какому леви, какому бедняку дать? Это право того, кто это выделил. Написано человеку его святыне и его. Он хозяин, какому коину он дает. Какому леви, какому бедняку дает. Вы знаете, что в наше время тоже так. Принято в еврейском народе, что отделяю десятую часть для бедных. Принято отделять десятую часть для бедных. Как пишет Хофицхайм, это очень хорошо и важно это делать. Но Хофицхайм приводит, что человек это делал без обеда. Как хорошее поведение, но без обеда. Человек отделил. Какому бедняку, чтобы он это дал? Или скажем, можно это дать на поддержку мест Торы. Поддержку какого места Торы дать? Это решение того, кто это отделил. Кому он понимает и хочет дать, он имеет право дать. Говорят, как дружь. Ижескадоша вы ее. Человека его святыня, а не его. То есть так. Что действительно принадлежит человеку? То, что он дает на добрые дела. Это уже гарантировано его. То, что он считает своим имуществом, никто не знает, что будет с этим завтра или даже еще несколько минут. Никто это не знает. А то, что он дал на бедных, на добрые дела, это уже гарантировано, он это использовал. Это его. Дальше здесь, в нашей главе Тора рассказывает о случае, если муж подозревал свою жену в нарушении супружеской верности. И Тора нам рассказывает целую формулу, как муж в таком случае приводит свою жену в храм. Он приводит коину. И коим пишет на пергаменте главу и стирает, дает ей выпить, приносит мучную жертву из ячменя. И это единственная митва в Торе, которая непосредственно связана с чудом. Что происходило чудо. Пока евреи были достойны этого, было чудо, что если она действительно изменила мужу, то после того, как она выпивает эту воду, то у нее начинает набухать живот. Вот бедро падает, и она через короткое время умирает. И то же самое происходит с тем мужчиной, с которым она согрешила. Это чудо. А если она была чиста, то она остается здоровой и все нормально. И даже роды у нее после этого проходят легче. И это было все время, когда евреи вошли в страну до разрушения первого храма. И затем во время второго храма, до сорока лет перед разрушением второго храма, тогда Рабьихана Бензака принял решение, чтобы перестать это делать. Теперь я хочу просто только объяснить. Это понятно, что жена должна быть верна мужу. Это строжайший запрет Торы. Это нарушит. О чем здесь идет речь? Так то речь идет вот о чем. Муж замечает, что жена слишком болтает с каким-то мужчиной. И он ей говорит, я ревную тебя к нему, и чтобы ты с ним не уединялась. Если жена это нарушит, то она становится запрещенной мужу. И она запрещена до того, как придут в храм, приведут все то, что написано в нашей главе. Приносят мучную жертву из ячменя, пишут на пергаменте главу этой истории, стирают ее, дают ей пить. И если она после этого жива здорова, то она разрешена мужу. А до этого она запрещена. В наше время же такого нет. Между прочим, геморраг говорит, что это действовало только, знаете, когда? Пока мужчины вели себя в этом вопросе достойно. А если они вели себя недостойно, то тогда Бог с ними не имеет отношения с другими женщинами. Если муж ее не вел себя достойно, то Бог это чудо не делал. Рабьехан Бензакай, увидев, что есть и мужчины, которые не ведут себя достойно, и в таком случае воды не будут проверять жену, они скажут, что воды не работают как должны быть, а причина в них. Поэтому Рабьехан Бензакай, 40 лет до разрушения храма, принял решение прекратить это делать. Талмуд говорит, вообще-то надо знать, что есть запрет женщине не уединяться с мужчиной. Это запрет Торы, это запрет в любом случае. Но она запрещена, если она нарушила этот запрет, запрещенную мужу она не станет. Но надо знать, что есть законы их, и надо их изучать и выполнять запрет уединения. Тут речь идет, что муж предупредил жену, чтобы она не уединялась с таким-то мужчиной, предупредил ее. И если она нарушила его предупредение, она стала ему запрещенной. Талмуд говорит, чтобы человек в наше время так не поступал. Потому что что произойдет, если она это нарушит? Она станет ему навеки запрещенной. Сейчас ведь нет храма, чтобы это делать и проверять. Талмуд в трактате Сота говорит об этом подробно, как тут видно во всех этих вопросах, подробностях действия, как же написано в Торе, мера за меру. И любопытно, скажите, Талмуд спрашивает, а почему тут приносят мучную жертву из ячменя? Почему? Кто обычно ест ячмень? Скотт. То есть, само то, что она сделала себя подозреваемым для мужа, это уже скоттское поведение. Тем более, если она нарушилась супруговская верность. Морал из Праги говорит, что наиболее такое скотское преступление – это разврат. Приводит отсюда. Тора говорит так, что если она действительно изменила мужу, то тогда она… заболевает и погибает. А если нет, то за то, что ее напрасно подозревали, Бог ей помогает, что у нее роды проходят легче и дети более красивые. Сразу после этой главы идет глава про Назира. Что такое Назир? Я хочу только сказать, что в наше время быть Назиром нельзя и не имеет никакого содержания. И это, наверное, нельзя тоже. А во время, когда стоял храм, то человек мог стать Назиром на месяц. Что такое Назир? В чем становится запрещено? В трех действиях. Во-первых, ему нельзя пить вино, но не только вино, и виноград, и изюм. Второе. Ему нельзя стричься, стричь волосы головы, не стричь, не брить. Третье. Третье. Ему нельзя дотрагиваться до умершего или быть под одной крышей с умершим. Эти три запрета для Назира. Еще раз. Ему нельзя пить вино и, соответственно, виноград и изюм тоже. Ему нельзя стричь или брить волосы головы. Борода не имеет отношения к Назиристу вообще. И третье. Ему нельзя быть нечистым по умершему. И человек, когда человек... Кто это обычно брал? Если человек чувствовал, что его тянет к выпивке... Когда-то основным алкогольным напитком было вино. Человек чувствовал, что его тянет к выпивке, к легкой компании и обычно парни, девушки и так далее. И он чувствовал, что он не может себя сдержать. Он брал на себя обед на Зарейство на 30 дней. Или он мог делать и на 50, и на 100. Сколько он принимал решения. И это делало ему рамки. И потом выпрямляло его. После этого он приходил в храм, приносил жертвы. И торжественно приносил эти жертвы. Торжественно брился. И возвращался к обычной жизни. Но уже умел вести себя в рамках. Когда стоял храм, это было возможно. И человек мог быть чистым. Был пепел красной коровы. В наше время это невозможно. Если кто-то по ошибке принял на Зарейство, то он продолжает быть Назиром. До постройки храма. Скажите, кто-нибудь знает, когда будет построен храм? Нет таких людей. Да и кроме того, мы же все нечистые. А Назарейство в принципе значит быть чистым и отдаляться от умерших. В том числе. А мы все нечистые по умершему. Но содержание Назира означает, человек ставит себе рамки, чтобы приучить себя. И потом быть хозяином над своими страстями. Вы знаете, что пишет Ибнезра? На нашу главу написано, Ишкия, который человек выделит. Он говорит, что человек будет удивительным. Потому что большинство людей идут за своими страстями. А он идет обуздывать свои страсти. Скажите. Есть какая-то разница между человеком, который просто взял на себя какой-то мэдер в Назир? Смотрите. Есть разные. Назир это тоже какой-то определенный обет. Может быть он чем-то иначе. Это другого типа, особого типа обет. Человек может принять на себя какой-то другой обет. Но между прочим. Скажите. Я только продолжаю мысль. Скажите. Сейчас, в 21 веке. Есть еще рабство или нет? Скажем тут в Израиле. Есть рабство или нет? Как вы думаете? Зависимость какая-то человека. Так вы слышите. Правильно сказали. Рабство. Есть. Человек. Большой процент людей. Зависимые. Они рабы своих страстей. Назир сумел стать выше своих страстей. Сумел стать выше своих страстей. Теперь. Что человек так и должен, может сделать в наше время? Значит, Назирам уже говорили. Это не надо и нельзя делать. Определенно. А что же человек, да, может сделать? Первое. Упомянули обеты. В Шухунорихе написано, это из Геморреги, чтобы человек на себя не принимал обеты. А что человек, да, может сделать? Поставить себя в рамки. Он может сделать, как говорят, блинедер, но держаться этих рамков, этих рамок твердо. Сделать сам себе рамки. Это я не делаю. Без обета, без клятвы. Решение человека должно быть твердым. Это я делаю, а это я не делаю. Проназира написано в середине интересное выражение. Написано про Назира, когда он приводит себя приносить жертвы. Написано Йове Эйсей. Он приведет его. Кого это его? Раша объясняет, что всегда его, значит, кого-то другого. А в этом тексте означает, он приводит самого себя. Связанное с тем, что мы говорили, это я слышал от хорошего товарища. Выражение это становится очень понятным. Он приводит его. Вопрос же, кто хозяин над кем? Страсти властвуют над человеком? Или человек хозяин над своими страстями? Человек, который принял на себя Назарейство, был Назиром, то он стал хозяином над собой. Он приводит его. Кого его? Самого себя. То есть он хозяин над собой. Он его приводит в храм. Приносит жертвы. И этим приносит жертвы. Три жертвы приносит. Олах Ататы, барана специального. Шламим. Эл Назир, это называется эта жертва. И торжественно сбривает волосы свои. И Назарейство с него сошло. Он может дальше пить вино. Дальше. Так в наше время мы можем только одно. Ставить себе рамки, продумать какие. Но это должно быть, решение должно быть твердым. Поэтому человек должен следовать этому. Ставить себя в рамки. И человек чувствует, что он, не дай Бог, скатывается. Следующий кусочек нашей главы. И дать тебе симпатия. Так, тут написано, что тебя благословил и охранял. Если кто-то дает подарок другому, даже царь, дать подарок он может. А охранять его нет. А тут, чтобы Бог благословил и охранял. Чтобы Бог святил его лицо к тебе и дать тебе симпатию. Видите, благословление кончается миром. Самое важное и центральное это мир. Человек может иметь очень много. Если нету мира, это ничего не стоит. Это мир в семье, мир в городе, мир между группами людей. Это самое важное. Это самое важное. В ашкнадских общинах тоже каждый день. Это, конечно, большая браха. Браха и самой Торы. Вне земли Израиля было обычае ашкнадских евреев, что они благословляли только в праздники и только в молитве Муса в праздниках. Сфардим повсюду богословляют каждый день. Агро, это было очень больно. Агро из Вильна. Он хотел это изменить еще, находясь в Вильне. Но с небес это не дали этому. В день, когда он принял решение сделать так, как в своем бит-кнессете, его вдруг посадили в тюрьму. Рабхайм, изволоженный его ученика тоже, какой-то день он принял решение, чтобы его бит-кнессете говорили бирхатку о нем. В ту ночь сгорел бит-кнессет. Они поняли, что, по-видимому, с небес не дают этого. Почему? Это как бы будет затрагивание, почет, почета прошлых поколений. Мы знаем лучше, понимаем лучше. Это не какое-то неуважение к прошлым поколениям. Но ученики Агро, когда приехали сюда, тут было новое поселение, и тут это уже вели. И это большое богословление. Рассказывает про одного из больших раввинов. В его месте, где он молился, иногда надо было ждать, пока проходил кое. И не у всех было терпение ждать. Этот великий человек, который сказал, это, говорит, мы должны учиться у хасидов. У хасидов, если вы скажете, что такой-то Ребе, его богословление, его браха имеет силу, они готовы ехать к нему и ждать, чтобы получить браху. А тут в самой Торе написано, что это богословление имеет силу. В самой Торе так написано. Так как мы сейчас находимся прямо перед праздником Шабаот, я хотел бы сказать несколько слов. Вначале о правилах и законах, а затем о духовном содержании и даровании Торы, как евреи приняли Тору. Прежде всего. У нас же сейчас пойдет суббота, а сразу после субботы выходит суббота, переходит в праздник, правильно? В субботу нельзя делать никакую работу, а праздник. Можно зажигать огонь от огня, можно варить, можно готовить пищу на праздник. Когда женщины зажигают свечки, так перед субботой, понятно, они зажигают определенное время до захода солнца. А когда они зажигают свечки в праздник, прежде всего, должна выйти суббота. В субботу уже нельзя зажигать огонь, то есть должны выйти звезды, должно быть время выхода субботы. Но это необходимо, но еще не достаточно. Чтобы делать работу после субботы, работу запрещенную в субботу, каждый человек должен сделать то, что мы называем гавдала, разделение между святым и будничным. Ну, гавдала мы делаем над бокалом вина, а до этого мы делаем гавдала разделение в молитве. В вечерней молитве, скажем, про обычную субботу. Время субботы уже вышло, звезды вышли. По времени можно делать работу, но нельзя делать работу, пока человек еще не произнес что-то, что он вышел из субботы, что он должен произнести. Значит, то, кто молится, в молитве есть прибавка, а то Хананту. И ты разделил между субботой и будничным днем и так далее. А что делать же тем женщинам, которые не молятся Марии? Когда они могут делать работу? Они должны сказать так. Борухамавдил бенкоды шлахов. Благословлен, кто разделил между субботой и будничным. Между святым и будничным. И тогда они могут делать работу. Борухамавдил бенкоды шлахов. А до этого нельзя делать работу. Это в обычную субботу, когда она выходит, нельзя делать работу, пока не сказали Борухамавдил бенкоды шлахов. Ну, потом, если женщина, если есть в нее муж, он делает авдагу, а если нет, она сама делает авдагу. Теперь, когда суббота переходит на праздник, что тогда? Тогда тоже есть авдага разделение в молитве, но она другой формы. Разделение между святым и святым. Разные уровни святости. Так, в молитве, в вечерней молитве, праздника, есть специальная прибавка. И после этого, когда человек сказал, он может делать работу. А если, скажем, человек молился, и забыл говорить эту вставку, или женщина, на которой не молилась марив, что как тогда выходит из субботы, так тогда говорят, Борухамавдил бенкоды шлахов. Благословлен, кто разделил между святым и святым. То есть, есть уровни святости. Есть святость субботы и святость праздника. Так, женщины, перед тем, как они сжигают праздничные свечи, должны сказать, Борухамавдил бенкоды шлахов. Благословлен, кто разделил между святым и святым. То есть, между святостью субботы и святостью праздника. Так, во-первых, по времени должна суббота выйти, где должны выйти звезды. В календаре написано время. И затем еще сказать, Борухамавдил бенкоды шлахов. Или на русском. Благословлен, кто разделил между святым и святым. И тогда можно зажигать свечки. Принято, что женщины говорят чахаяну, когда они сжигают свечки. А мужчины говорят чахаяну в кедуши. Что делать мужчине, который живет сам? Он и зажигает свечки, и делает кедуши. Что лучше? Для мужчины лучше, чтобы он говорил это в кедуши. Лучше, чтобы он сказал в кедуши. А при зажигании свечек, сказал только браху на зажигании свечек. Это тоже надо знать, что когда суббота выходит на праздник, есть особый кедуш, который состоит из пяти богословлений. Это называется Яг на газ. Яин, браха на вино. Потом кедуш. Потом нер. Браха на свечку. Потом говнала, который разделил между святостью субботы и святостью праздника. И потом зман. Яг на газ. Пять богословлений. Яин, вино. Кув, кедуш. Потом нер на свечку. Авдала изман. Между прочим, надо знать, что обычно мы тушим свечку Авдалы. Правильно? А раз мы в праздник тушить нельзя. Зажигать можно, а тушить нельзя. То же самое, что пользуется газом. Для варки. Увеличивать огонь можно, уменьшать нельзя. Уменьшать это, как тушить. Зажигать для праздника можно. Огонь от огня. А тушить нельзя. Можно пользоваться той же свечкой, что зажгли для праздника. Можно зажечь отдельную свечку и сказать барахам Авду, но дать ей догореть до конца. не тушить. В обычный выход субботы мы стараемся взять две свечки. Тут зажигать вторую свечку для этого не надо. Достаточно она пользуется одной свечкой. Ну, сказали немножко об этих законах. Ну, есть обычай в ночи во от бодрствовать и учить Тору. А вы знаете, в чем смысл этого? Магин Авраам пишет, что когда-то, когда Бог подарил еврейскому народу Тору, то было уже явление при Бога на горе, а евреев надо было еще будить. А это некрасиво. Чтобы это исправить, мы бодрствуем в эту ночь. Мы готовы к дарованию Торы. Не надо нас будить. Поэтому, если так это понимать, есть люди, которые бодрствуют всю ночь. Есть человек, знает, что он это не сможет. Так лучше немножко спать в начале ночи, а потом дальше встать и учить Тору, и к утру бодрствовать. Геморраа в трактате Шаббат рассказывает нам подробно о даровании Торы. Геморра нам рассказывает, что когда Бог предложил еврейскому народу Тору, то еврейский народ что сказал? Насе. Насе. В одном месте написано Насе, а еще написано Насева нишма. Что значит Насева нишма? Значит, мы принимаем делать все, что Бог прикажет. Но надо же знать, что Бог велит. Этого нишма будем учить. Геморраа очень поэтически и возвышенно говорит об этом, что еврейский народ сказал Насева нишма. Я читаю Геморрау. Раб Симой говорит, когда евреи сказали Насе сделаем перед нишма, послушаем, пришли 600 тысяч ангелов, и каждому еврею привязали две короны. Что? Привязали две короны. Один, соответственно, Насе сделаем, а другой, соответственно, нишма. Смотрите, когда что-то написано в Агаде, обычно не надо это понимать буквально. Я понимаю, что это значит, что это духовные подарки, которые еврейский народ получил. Два подарка. Один, соответственно, сделаем, а другой, соответственно, послушаем. Духовных приобретений. Две короны. Это и есть корона. Продолжает Геморра дальше. Ома Рабелоза. Рабелоза говорит. Когда евреи опередили нас перед нишма, вышел голос с неба. Сказал им. Кто раскрыл моим детям этот секрет? Шамалахи Ашоры смештам Шамбэй. Так ангелы себя ведут. Написано, Борха Ашамалахов. Вы ослабляете Бога его ангелы. Гиберики и богатыри. Если дворы делают его слова, лишь мы слушаем бекил дворы. Что раньше? Раньше делают, а потом слушают. То есть, тут говорится, что уровень еврейского народа, это было как уровень ангелов. Раньше делают, а потом слушают. Так написано про ангелов. Давайте поймем. А почему так? Какое это имеет отношение к ангелам? Почему именно ангелы так? Гемора приводит кусочек из Таилим. Но все-таки какое тут духовное содержание этого? А? Мне кажется очень просто. Когда евреи сказали нас и в нишма, мы сделаем и послушаем, то еврейский народ принял на себя сделать все, что Бог прикажет. Они знали, что Бог прикажет? Нет. То есть, они приняли на себя, полагались полностью на Бога и приняли на себя сделать все, что Бог прикажет. А это уровень ангелов. Почему? Ангелы, они духовные создания. Которые ощущают духовное. Материального у них нет. Соответственно, страстей у них нет. Ей царара, плохих желаний у них нет. У них нет такой борьбы, как есть у человека между добрым желанием и плохим. Для ангела принять все, что Бог прикажет, очень естественно. Они ощущают духовное. Они ощущают присутствие Бога и его приказы. И для ангелов это очень понятно и очень естественно. для человека, у которого есть ей царара, плохое желание, и есть страсти, зачастую очень сильные и острые. Сказать, что мы сделаем и послушаем, означает, что они принимают на себя всегда выполнять приказы Бога, даже не зная, что Бог прикажет, и соответственно, когда надо, бороться своими желаниями и страстями. А это не всегда просто. Так поэтому гемора и говорит, что этот уровень, это уровень ангелов, то есть они приняли на себя полностью подчинять себя приказам Бога. Как они до этого дошли? Ну, тут гемора дальше говорит, что они полностью полагались на Бога. Как они дошли до этого, полагаться полностью на Бога? Значит, вот смотрите. Во-первых, они имели полное доверие Богу. Полное доверие. Они видели доброту Бога. Они видели, как Бог им помогал, как Он оказывал египтяных за них, как Он их вывел из Египта, как Он заботился о них в пустыне. И поэтому они полностью доверяли Богу, что если Он им что-то предлагает, то это им на добро. Но интересно, в России написана еще одна сторона этого вопроса. На что они полагались на Бога? В чем? Мы, говорит, шли с прямотой. Мы шли с Ним прямотой сердца. Мы полагались на Бога, что Он не обяжет нас делать что-то, что мы это не можем. То есть так. Могло же быть вопрос. Бог добрый. И Он хочет нам добра. Но, может быть, Бог потребует от человека что-то, что выше его человеческих возможностей. Так тут, раньше на это обращают внимание, мы полагались на Бога. Ведь Бог создал мир и создал человека. И Бог прекрасно знает силы и возможности человека. И еврейский народ полагался на Бога, который знает, который проявил столько доброты к Ним, и который знает природу человека, и знает его рамки и возможности, что Бог не обяжет нас делать что-то, что выше наших человеческих возможностей. И в этом они полностью положились на Бога. И благодаря этому сказали нас, его Нишма сделаем и послушаем. И именно благодаря этому получили Тору. Хорошего, хорошего Шаббата и хорошего праздника дарования Торы.